Привет, братцы! Это телеканал «Точка отрыва» и программа «Практика с Бадюком». Можно ли найти настоящую фамильную школу УШУ в Москве и заниматься там с настоящим мастером? Узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если нет вот этой открытости и абсолютной степени доверия, но это с одной стороны. С другой стороны, такая степень доверия от ученика предполагает высочайшее моральное качество преподавателя, то есть учителя. Как ты нашел своего учителя? Как ты пришел именно к Ильичуане? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, сначала хочу тебе предложить чашку чая, йога-ту, банку варенья, банку варенья, и вот здесь и заночуем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда кунг-фу стало популярным, то появилось очень много разных стилей, и это же, по сути дела, популяризация этих стилей стала их гибелью. Да, оно стало превращать в физкультуру. Появилось много людей, которые недоучились, будем называть так, помягче, но уже брали на себя ответственность преподавания каких-то стилей. Ну да, потому что кунг-фу – это образ жизни, а люди ездили учиться, проводя месяц-два в Китае, взяв какую-то форму, допустим, какой-то комплекс обучающий, начинали уже сразу учить других, не делая это как образ жизни. Но вот ты очень четко заметил в самом начале про семейный фамильный стиль. На сегодняшний день, когда в целом кунг-фу выхолачивается, то реально оно сохраняется именно в семьях. Они порой даже сами не знают, зачем им это надо, но в Китае существует культ предков. И поэтому, если это делал мой прадед, если это мой дед делал, и отец меня этому учит, я буду это сохранять. Это обязанность. Да. Это часть их культуры. Они не могут сказать «нет, я не хочу». А он обязан этому следовать. Потому что все самое лучшее, что может быть на свете, оно уже однажды было в истории Китая. Ты же многими стилями занимался. Как ты увидел первый раз своего учителя, и как ты понял, что это именно Ильичуань, это с тобой вообще оставшуюся жизнь? Ну, я занимался многими стилями, но очень мало. И лишь один стиль я изучал более-менее серьезно, встретив китайского мастера и увидев именно китайский подход к изучению боевого искусства. А позже я начал заниматься бизнесом, и у меня сложилась деловая поездка в Соединенные Штаты Америки. И там уже был один из моих учеников, который сказал, вот я встретил какого-то китайца, он непонятно чем занимается, название стиля никто не знает и так далее. Говорит, ну съезди, оцени хоть стоящий мужик или нет. Ну вот я тогда поехал и встретился с Чин Фансеном, с которым я понял, что он меня полностью контролировал, он делал со мной все, что хотел, но я не знал, что мне надо улучшить, чтобы его побить, чтобы быть лучше, чем он. Я понял, что это что-то необычное, и по всей видимости это то, что мы в книжечках читали, как какие-то легенды про кунг-фу, карате, старые мастера. Саша, вопрос, вот все-таки приходят в основном, я сам пришел из спорта, ты пришел из спорта к традиционным боевым искусствам. Я занимаюсь там Тайдзи Цюань, Тескао, и честно говоря, до этого просто надо было дорасти. Я когда первый раз увидел ребят из Тескао, я смотрел, что за клоуна, я ничего не мог понять. То же самое, когда я Тайдзи первый раз увидел, как люди тренируются, кроме смеха, это ничего не вызывало. К тебе приходят люди, приходят бывшие спортсмены, приходят просто люди, которые ничем не занимались. Основная категория 40+, но их можно объединить, всех этих людей, одним. Это люди думающие, это люди образованные, это люди, которые хотят что-то узнать новое. Как ты начинаешь с ними работать? С бывшими спортсменами, с людьми, которые вообще, вот с чего, вот чем ты их цепляешь? Что происходит такое, что они больше, у тебя же текучки практически нет, у тебя все, кто зашел, они остаются здесь. Я знаю это, я просто много лет наблюдаю, у вас такая огромная, большая, спаянная семья. Вот люди зашли, не уходят из канона люди. Чем ты их цепляешь? Что ты людям даешь? Ну, во-первых, те спортсмены, о которых ты рассказал, они часто говорят, вот если бы мы это знали, когда нам было 20 лет. Это я каждый день себе говорю. Ну, а 20-летние на то, чем ты занимаешься сейчас, чем я занимаюсь, они смотрят так, через губу немножко. Ну, они все знают. Как знаешь, в свое время была книжка замечательная такая, она называлась «Китайская гигиеническая гимнастика для лиц пожилого возраста». Это 1958 года, профессор Красносельский, это он писал про цигун и тай-дзи. Почему он написал про лиц пожилого возраста? Я думаю, просто потому, что он в парках видел стариков. Но к этому часто такое отношение получается, что именно как для лиц пожилого возраста. Но что людям становится здесь интересно? Потому что Ильичуань, мы позиционируем себя как стиль бесформенный. То есть это не приемы, это не техники, это не какие-то движения, ну, как комбинации, приемы. Мы изучаем сначала свое тело, то есть скелет, как он должен правильно стоять, как располагаются кости, как кости объединяются с сухожилиями. Биомеханику движения. Как мышцы, да. Нельзя называть это биомеханикой движения, потому что это все при традиционном подходе, а не по Беренштейну. Потому что, по сути дела, когда идет речь о китайских боевых искусствах, то говорят «и дао, чи дао, ли дао». То есть это три пространства, объединяющих наше существо в то, что называется человек. То есть «ли» – это физическая сила и эффективность. «Ти» – это чувство и жизненная энергия. «И» – это сознание. Поэтому мы учимся делать не просто движения. Если ты делаешь движения, многократно повторяешь, то ты становишься автоматом. Если ты мыслишь алгоритмами, ты становишься компьютером. А здесь ты учишь постигать себя, как человеческое существо. Твое тело действует не потому, что таков рефлекс, а потому что это оптимально в данной ситуации. А почему оптимально? А потому что энергия такая. Она таким образом течет, таким образом заблокируется. А откуда ты узнал, что течет энергия? В этот момент работает сознание, которое наблюдает и координирует этот процесс. И тогда самые простые движения, они становятся глубокими, интересными. И как бы ты течешь в трех пространствах сразу. В физическом, в чувственном и в ментальном. Вы что-то поняли? Я – да. А если вы захотите это осознать, проникнуться, братцы, приходите в клуб «Канон». Тут очень круто. В офисных условиях нам сложно порой сделать физкультуру, которая воздействовала бы на всё наше тело, включая внутренние органы. Но есть у нас совершенно замечательный инструмент. Это наши пальцы. Это то устройство, где через касание идиомоторной реакции мы можем активизировать работу головного мозга и более точно воспринимать ощущения и воздействия. И точно так же по китайской традиционной медицине на пальцах заканчиваются и начинаются меридианы, связанные с внутренними органами вашего тела. И поэтому полезно сделать определённую гимнастику для пальцев. Это же, опять же, активизирует внутренние процессы в вашем теле и в вашем мозгу. Итак, первое упражнение простое. Мы называем это упражнением пианиста. То есть мы максимально тянем пальцы в стороны и вперёд. Растянули до дрожи и расслабили. Растянули, расслабили. Растянули, расслабили. А так восемь раз. Теперь, как будто мы охватываем шар. Округлое движение. Растянули, расслабили. Растянули, вот держим шар, расслабили. Растянули, расслабили. Восемь раз. Затем мы руку подсовываем под шар. То есть подлезаем под шар и пальцы идут вверх. Подлезаем под шар и пальцы идут вверх. Следующее упражнение. Мы с вами каждый палец делаем волну. Напрягаем к костям мышцы. И затем отпускаем к кончику. К костям, к кончику. К костям, к кончику. И палец начинает вот так вот плыть. Тем самым вытягивается энергия из миофасциального меридиана. И активизирует внутренние органы. И каждый палец так отдельно нужно проработать. Здесь высокий тонус упражнения. Натянутость. То есть не в него так вот, а натянутость. И затем все пальцы вместе. Каждый по восемь раз и все вместе по восемь раз. На двух руках. Можно делать одновременно это. То есть указательные, как симметричные органы. Так работает. И затем все пальцы вместе. Следующее упражнение. Бабочка и ливеер. Да, горизонтальная, вертикальная восьмерка. Мы начинаем следовать за мизинцем. Да, вот как будто облетаем два центра. Получается восьмерка. В мизинец ведет. Остальные пальцы за ним следуют. И затем то же самое ведет большой палец. Это получается у нас горизонтальная восьмерка. Пальцы следуют за большим пальцем. Он обисывает дугу. Остальные пальцы идут за ним. После этого расслабьте руки. Выдохните и посидите спокойно. Мы привыкли к большим залам. Большие, светлые. Мы ходим. Ну что, я там в подвал, я больше не пойду. Да как так? Должно быть, братцы мои дорогие. Вот мы сейчас, вот у Саши, я первый раз зашел в этот зал. При входе там маленькая зона. Сейчас вы ее видите. Где висят мешки, где они занимаются, скажем так, контактными поединками. Вот вся эта зона, это и есть зал на Окинаве, например. Это крутой зал. В Китае. То есть мы просто очень избалованы. Прекрасный зал. На самом деле определяет, ну, определяет зал, понятно, площадь, хорошо. Там у нас есть туалеты, у нас есть души. О, есть. О чем ты говоришь? О чем? На Окинаве там 90% залов про душ вообще не заикайся. Душа нет. Душа в зале нет даже у Хигаона Сэнсэя. У него есть туалет, но в который ты не умещаешься, потому что он по-тепому. Там все вот такое, там все вот такое маленькое. И на самом деле, когда ты привыкаешь, вот расскажи про вот этот зал, вот как вы его обживали, как вместе все все делали, школой делали, как, что делали, расскажи. Ну, естественно, делали все вместе, просто ты же знаешь, когда-то у меня тоже были большие залы. Ну, мы живем в реальности, где-то мы познакомились с рейдерами, где-то были договора в условных единицах, и когда в 14-м году начались скачки валюты, просто невозможно было это удержать. Но ты сохранил школу, брат. Да, да, это самое главное, конечно. Были же тяжелейшие времена. Мы вам откроем небольшой секрет, такой вот наш, периодически мы, поскольку соседи, Саша приходит ко мне, мы садимся там на лавочку, он там благовония с собой, это я у него научился, он достал колоночку, музыку такую включил, я посмотрел, ну, что это за колонка такая, посидел, посидел, говорю, Саша, что это такое? Ну, вот я на следующий день себе такое купил. Приходит он в следующий раз, опять раз там благовония поставил, и сразу ты сидишь вроде на улице, вроде на лавке, а тут раз вокруг тебя и пространство создается. Да, создается. Я теперь тоже с собой ношу это все, я у тебя тихонечко. Саша в состоянии создавать пространство в любом месте, где он находится. Какие планы у школы? Что вы планируете дальше? Или в традиционных школах план проснулся, потренировался, лег спать? Ну, в принципе, да. В принципе, вот это второе более точное. Проснулся, потренировался, лег спать. Сам встал, сам лег. Как говорится, когда я ем, я ем. Когда я сплю, я сплю. Когда я гуляю, гуляю. Нет больше счастья. Да, это один из основных моментов, которым учить школу, быть все время в настоящем. Ну, конечно, есть определенные планы. Например, завтра мы уезжаем в летний лагерь, где будут проходить интенсивные сборы. Это одно из важнейших занятий, потому что в течение двух недель люди, ученики, приезжая из различных регионов России и зарубежья, то есть иностранцы там тоже приезжают, они интенсивно тренируются. Я подсчитал, это получается двухнедельный тренировок, тренинг, он соответствует почти году занятий. Это 150 часов, а ты в год набираешь примерно 150 часов, если ты занимаешься два раза в неделю по полтора часа. Но даже при таких занятиях можно же прогрессировать, если дают технологии. Знаешь, китайцы говорят, день позанимался, день приобрел, день не позанимался, 10 дней потерял. Поэтому всегда лучше заниматься, чем не заниматься. Все, тогда завязываем, мне пора ехать на тренировку. Друзья, мы были в гостях в клубе «Канон». Я представил вам Шифу Ильичуань Александра Скалозуба. Я надеюсь, что вы не зря провели время с телеканалом «Точка отрыва». Берегите себя. Ваш Сергей Бадюк.